Субтитры делал DimaTorzok 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 Павильон Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Возможно, вам уже известны, может изучали, поднимали, чем мы занимаемся много времени и силы, да, это работа с грузовым финансовым. Ну, в частности, мы можем представить, что мы приедем от успешных машиноподобных в различные области грузового корпуса, который, в общем-то, 80% представителей заменили, но, в общем-то, мы можем сливать его. Суть этого проекта заключалась в том, что мы встретили результат, что мы знаем, что делаем с собой, а мы «пробуем себя»… То есть, на последний взял новый год, мы можем привести к проекту, а я, как это мы видим, в ожидании, в том числе, в возглавные стихи скрытки… Своей большей конструкции будет в будущем, и за то, что мы видим, как мы будем проводить, проходит следующее… Ну, вот, что у нас было заشرено? Огреньшение объезда контроль сможешь无 acht Зрители, скажите, пожалуйста, вам что-нибудь слышно, напишите. Там пока идет выступление других участников, когда будет сибиряков, я точно сказать не могу. Напишите, пожалуйста, слышно ли вам то, что говорят спикеры. Спасибо. 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 Ну, после того, что рассказала Львовна, Львовна, по-моему, Львовна, Львовна, Казахстан, Анатолийской ,, Львовна, Львовна, Наталья, Казахстан, Галина. Источный охлот почвы и покровы. Еще нет. Вот на сайте приведены некоторые примеры, что касается Москвы. Действительно, автотранспорт – это основной источник загоценения окружающей среды. Когда мы говорим об эффективности транспорта, то, с одной стороны, городская обестройка имеет некие привычки, самыми из определенных местных этажных последований, которые могут быть определенными с Европой и Европой. Представляя большие количества территории и их больших манических населения, в целом, как мы используем, можно работать общательно, что не хватает своей энергии на французских ростах людей. Но по мере роста города наступает этот ретроцент, когда эти преимущества возвращаются В то же время очень часто говорят об общественном транспорте как об одном из наиболее экологически эффективных видов транспорта. Но нельзя забывать, что при определенном пороге загрузки общественного транспорта он становится менее привлекательным для людей. Город должен учитывать при развитии своей транспортной системы потребности людей в комфорте и возможностях досуга. Экологические преимущества того или иного типа транспорта зависит от энергетических затрат на преодоление одного километра расстояния не пассажирам. Это говорит о том, что, например, тот же самый общественный транспорт будет не всегда самым эффективным методом, способом достижения цели. Например, на коротких дистанциях даже при большой загрузке автобус или поезд не будет экологически эффективным, потому что эти расстояния человек способен преодолеть пешком либо на велосипеде. Соответственно, затраты энергии будут гораздо ниже. Таким образом, исходя из этой точки зрения, город должен развивать не какой-то один вид транспорта, например, не отдавать приоритет просто общественному транспорту, но он должен представлять комплекс услуг. То есть все решения транспортные должны быть именно комплексными. Должны быть варианты добираться до цели разными способами для разлоков населения, для разных видов целей. Именно такой подход мы видим в программах, например, в учении качества воздуха мировых мегаполисов. Например, возьмем фонд, который, в принципе, похож на Москву с точки зрения идеальной консервной структуры, так скажем, то есть в сайте и планировки. Если мы возьмем стратегию мэра Лондона по качеству воздуха, то первым пунктом этой стратегии по направлению снижения загрязнения воздуха будет стимулирование использования более чистых видов транспорта, к которым отнесен общественный транспорт, метро, велосипедное, пешеходное движение и инфраструктура для них. То есть видно, что это не один какой-то вариант, это комплекс вариантов. Параллельно, предсмотрены мероприятия по улучшению парка, поскольку в Европе... Тем более у нас тут больше, чем их. ...демидряются раньше, чем в Москве и в России, то они уже переходят на дизель-электрические и гибридные автобусы. У нас это и гибрид 5, но в принципе тенденции те же самые, что и в Москве. Естественно, также в Лондоне стимулируют совместное использование автомобилей. У них это происходит через финансирование автомобильных клубов, которые могут вместе разные люди использовать один и тот же автомобиль. А также содействие развитию электрических транспортных средств. Внимание также уделяется в поддержании дорог в хорошем состоянии, что позволяет уменьшать гибридные снижения в числе. И большой блок. Задач связаны с управлением движениями дорожными движениями. Этот блок задач включает вкладывание трафика за счет улучшения системы управления дорожными движениями. Это наша интеллектуальная транспортная система управления. Девушка волнуется. Также в Лондоне применяются те меры, которые в Москве пока что нашли мало распространения. Это возможности для управы вводить на отдельную жилую территорию зону с ограничением скорости 20 мм в час, а то около 30 км в час. Такие меры позволяют снизить уровень шума и выбросы диоксидазона на таких территориях. А также в Лондоне очень большое внимание уделяют, так же как в Москве, грузовой логистике. У них существует специальная система стимулирования грузовых перевозчиков для использования более экологических транспортных средств, геологического вождения, перевозок в ночное время, использования определенных выделенных мест разгрузки и подгрузки, а также способов методов консолидации грузов. И отдельно я выделю такие непопулярные меры, о которых тоже немножечко уже упоминалось, это зона низких выбросов и схема платного въезда в центр Лондона. Почему мы упоминаем схему платного въезда в центр Лондона? Потому что она позволяет снизить количество транспорта объезжающего, то есть снизить выбросы, и в то же время... Это Москва. ...жители на использование общественного транспорта. Зона низких выбросов уже достаточно широко распространены в мире. Например, в Германии около 50 градусов, даже больше, имеют такие зону низких выбросов, то есть в соответствии с церковью океанской области. В зависимости от выбросов, например, в Москве представленная схема в зону низких выбросов в Берлине, она хватит от церков города и ограничено движение изданных транспортных средств. И также бензиновых вежних предметов, то есть в момент грабанки. Но вообще, нужно обратить внимание, что в Европе основное внимание, в смысле отличиями, транспорта объединяется в индивидуальный транспортных средств. Это связано с тем, что именно вегидасе объединяется с очень тонкой области. Вы про SkyWay уже все знаете, что вам слушать. ...потребительные сменаты инфляции здравоохранения, как один важный фактор воздействия на здоровье. И в связи с тем, что у Европы большая дробность такого вида транспорта. На сравнение в Лондоне, практически весь Большой Лондон тоже представляет собой зону низких выбросов, но там ограничены только образовые автомобили, тяжелые и автобусы. Под выбросами диоксида азота. Вот по результатам информации о характере особенностей схем ограничения доступа в 412 городах Европы... Кто-то из Министерства транспорта в Москве. ...этих городов в том или ином виде имеют такие зоны ограничения доступа транспорта. И более чем в 60% ограничиваются не только грузовые автомобили, но и легковые, то есть личный транспорт. Главной целью таких ограничений КПРЭМ постулируется именно охрану окружающей среды. Проведен также обзор эффективности таких зоны и действительно экологической эффективностью доказана. Например, если возьмем Лондон, то зона платного объекта, поднимала снижение выбросов на 8% по оксидам, а я получаю совершенно полубежным частичным, а дополнительно регионная зона низких выбросов также дополнительно дала еще 1,5% снижение выбросов. Что же происходит в Москве? И вообще, насколько актуальны для Москвы вопросы экологичного развития транспортных систем? Данные экологического мониторинга, как уже говорила Евгения Геннадьевна, показывают, что за последние годы происходит в целом снижение концентрации большинства загрязняющих веществ. Но если посмотреть территории в Близи Автокрас, то на них все еще остаются проблемы по оксидеосназону и взвешенную частицу. А это один из тех джеков, которые примерно как-то на королеве. Покажу вам пока большой зал. Вот эти вот стенки все, если видите, они перемещаются. Вот там рельсы, представляете, здесь может быть огромный единый зал. Это все в Крокусе. Так, а это где мы сейчас находимся? Это международная выставка форум экотехнологии. Здесь был Иванов, еще какие-то большие дядьки. Так, а сейчас сегодня у нас 28-ое. Так, 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 отчеты страны здесь нету. Вот только вот стало, не написано. В общем, там выступают различные представители, которые занимаются транспортом. Вот это первый, кто выступал, это был из Министерства транспорта. Девушка тоже сейчас доклад делает. Тоже из Министерства транспорта, по-моему, что-то с Москвой связано. Какой-то там эксперт надпись была. Должен выступать Сибиряков. Но когда очередь у нас станет непонятно, когда смотришь это все на фотографиях, это все достаточно интересно. И кажется, что тут что-то серьезное происходит. А тут... А тут... Начинает динамика улучшения структуры автопарка по экологическим классам. И также отмечено, что именно грузовой парк и автобусный парк не более старые. И, соответственно, экологические характеристики их хуже, чем у грузовой транспорта. Потому что, опять-таки, говорит о том, что наше первое действие стоит нацеливать сначала именно за этим транспортом. Ну, также про развешенные частицы я уже поняла, что они являются... Что не оказывают воздействия на здоровье населения. Что же делается в Москве? В принципе, Алина Маратова очень подробно это сказала. Я хочу сказать лишь о том, что комплекс мер, реализуемых в Москве, если вспомнить комплекс мер, реализуемых, например, в Лондоне, практически совпадает. Единственное, что в Москве есть свои особенности. Например, у нас только с 2016 года введены требования топлива ниже Евро-5. И в связи с тем, что у нас плохая недостаточная связанность уличной дорожной сети, нам еще нужно реконструировать транспортное... В Свеции, в каком-нибудь синейном этапе, честно говоря, это же, чем в Москве, но у них стандартный шиповый резин, шиповый, совершенно гораздо более менее габаритный. Вот здесь можно, вот, взять рубашку, чтобы записать, рубашку, через бинный рот, который не будет указать. Михаил Яковлевич, можно я попробую? Лет десять назад, когда, как говорили, шиповая резина, дополнительный источник для дресса, нитрозагинная, мы говорили, нет, у нас диапсикоазота, да, как мы ее объявляем, видите, на другом лентам, у них взрослые, приоритет, он превышает нормативность два, больше раза, нет. Ваши десятилетия взрослые, чуть-чуть с ними взялись, и мы два года назад вернулись к этой теме, с красавиумами, равнуюту, она велась два года, да, это были очень серьезные научные исследования, в том числе со стендерами и испытаниями, по основке выбросов, выбросов от, как бы, защиты телезречника. Дополнительное, варенье, мечтало. Значит, мы вот буквально недавно получили окончательную цирку, которая поддерживает, что, несмотря на то, что в сравнении с суммой выбросов, это, конечно, разница на порядке, но, если говорить о вкладе по отдельным сотребляющим веществам, с повышенной опасностью конструктуры, это очень существенные источники. И, фактически, мы сейчас получаем научно обоснованную цирку, которая говорит однозначно, что же, по-моему, ее нужно регулировать, ограничивать. Это, к сожалению, по-праке, для равного уровня, и мы над этим все равно сейчас работаем, потому что источник значения, мы это подтвердили, если это назначено, надо. Нет, я как раз следующий выступающий, но я бы хотел начать как с небольшого вопроса-комментария, то есть сделать небольшой комментарий как вопросом, а потом перейти к моей теме, потому что она будет несколько отличаться от того, что мы выступили, но я бы даже сказал радикально отличаться, но мне очень нравится выступление наших коллег, тем более, с департаментом транспорта. Мы общаемся, наверное, последние 15 лет, потому что мы предлагаем альтернативный транспорт, и поэтому у нас, я думаю, еще лет 15 будет такого рода разговор, пока мы не построим, мы сейчас в Лондоне или в Амстердаме, а потом мы перейдем уже к разговорам к Москве, потому что очень много было вопросов по Лондону. Так вот, друзья, небольшой комментарий по поводу выбросов. Значит, может быть, вы все слышали такую историю, что в 1899 году Британская Академия Наук заказала перспективы развития транспортной системы Лондона и экологические последствия... По поводу вывоза навоза. Да, по поводу вывоза навоза. И таким образом Британская Академия Королевская Наук дала заключение, что будет 2 миллиона лошадей, и они будут давать уровень навоза, который будет опасен для жизни лондонцев. Значит, это был 1899 год. Прошло 30 лет, и в Лондоне практически не осталось ни одной лошади. Потому что одна лошадь, которая осталась, была возле Букингемского дворца, где сидит гвардеец. Но все проблемы перешли в другую плоскость. Сегодня мы слышим, что мы очень хорошо смотрели цифры, мы очень смотрели сегодня опять выбросы, ЦО, загрязнение, серость и так далее, и так далее. И мы все обсуждаем о том, что сегодня будет, как этот смог, как он будет. Так вот, поверьте утверждению, которое мы сегодня сделаем, и оно не требует никакого подтверждения. Это то, что мы сегодня делаем. Через 20 лет... Я через свой вопрос. Да, да. Зачем, значит, зачем она сам? Я... Хорошо, давайте. Римана, значит, вы общаетесь. Сейчас у вас западается, где я только сейчас берегу. А, ну, да, да. И вот там в Самаре. Нет, я прибыл из Москвы. Просто мы в Самаре реализуем один из первых проектов 100% экологического транспорта. Нет, Феофанов, он приехать из Самары не смог. Да, это советник мэра, поэтому все поручили мне. А можно... Да, так вот, с точки зрения, почему мы сейчас делаем, как бы, и в Самаре, и то, что мы сегодня делаем, ну, и весь вопрос. Сначала несколько определенных утверждений, которые меняют. Вот, с Лондонской Академией наук, она показала, что технологический прогресс, который вводят новые технологии, он несколько меняет наши проблемы сегодняшние. И те проблемы, которые вы сегодня обсуждаете, делаете, они связаны с тем, что мы решаем оперативные проблемы по управлению тем хозяйством, которое сегодня вам досталось. Значит, вся история показала, что вот если бы мы сейчас сидели в зале в 1990 году и обсуждали вопросы телефонизации Москвы и обсуждали ее проблемы. Представляете, какие вопросы бы звучали? Релейные станции, провода и так далее, и так далее, и так далее. Все, прошло 15-20 лет, этой проблемы в Москве нет принципиально. Я могу, кого сейчас в этом зале интересует проблема проводной связи телефонной в Москве? Наверное, никого, потому что мы вообще забыли о ее существовании. Более того, есть еще более радикальный вопрос. Вся телефонная связь в 1990 году была государственной, датируемой. Если бы мы начальнику МГТС в 1990 году сказали, что через 15-20 лет вся связь в Москве будет коммерческой, окупаемой, и вот мой телефон, который сейчас еще и в сеть трансферуют мое выступление, он сейчас за час передает информации больше, чем весь МГТС за год. Это чисто информатика. Так вот, сейчас утверждение, которое мы делаем, конечно, оно сегодня некоторым специалистам покажется крайне радикальной и непредсказуемой. Но мы сейчас это реализуем с мэром Лондона, который большой велосипедист и в прошлом году попал под автомобиль на своем велосипеде. Мы сегодня ведем переговоры еще с несколькими мэрами, в том числе и мэром Киева, который тоже неожиданно на прошлой неделе попал под машину на своем велосипеде. То есть сегодня даже такого уровня велосипедистам, я могу сказать, очень небезопасно. А если взять снег, дождь и так далее, я могу сказать, что велосипед сегодня в нашей Киеве очень некомфортная вещь. И утверждение, которое мы сейчас делаем, которое сейчас не требует доказательств, мы его просто делаем как таковое, и вы можете его просто принять, а можете не принять. Что через 10 лет весь транспорт в Москве и по всему миру будет 100% экологичным. 100%. То есть он будет... Мы уже к ним пришли. То есть вот эта вот картинка, которая сейчас есть, это как будет выглядеть территория между Москвой и Санкт-Петербургом. Но это следующий вопрос. Это не тема выступления. А где это? Можно сейчас один слайд назад или вперед? Где наш велосипед находится? Сейчас, либо здесь. Вот. Вот пускай эта картинка висит, и я ее практически менять больше не буду. Это то транспортное средство, которое сегодня мы развиваем, делаем. И как раз мы сейчас проектируем первые 14 километров в Самаре. Это новый экологический велоэлектромобиль, который развивает скорость до 120 километров в час. Но его интересная технологическая особенность в том, что 60 километров в час этот юнибайк, как мы его назвали, он может производить свое передвижение за счет велотяги. То есть ту тягу, которую будет давать человек. 60 километров в час – это в принципе для Москвы сегодня скоростной транспорт. А 120 километров в час, то, что может давать сегодня этот подвижной состав, это практически нереализуемая проблема. Так вот, на сегодняшний момент, если добавить сюда мотор-колесо, которое мы сегодня взяли от специалистов, которые перешли из ее мобилей, из программы. Если сюда добавить сегодня новые аккумуляторы, которые дают зарядку сегодня на 300 километров. И взять наших партнеров, что мы сейчас проектируем завод на 100 миллионов таких штук в год, то можно утверждать, что в течение трех лет это пойдет массовое применение. В Москве не знаю, с Москвой всегда очень сложные у нас отношения. Но как мы сегодня это заключили, и мы сегодня работаем по программе в Амстердаме. И у нас есть задача в течение пяти лет 100% транспорта экологически нечистого убрать из Амстердама. И что-то мне подсказывает с их настроем, как они это работают. Мы это делаем. Я вчера прилетел из Грозного, мы с мэром Грозного, с руководством Грозного. Мы договорились о том, что мы будем делать первую трассу, первую сеть, именно экологические системы. Потому что она дает еще одну нишу, которую сегодня в транспорте никто не делает. Она будет стимулировать людей крутить педали. И вы будете не просто так перемещаться, а при этом вы будете вырабатывать электроэнергию, которая идет для движения. И ничто не показывает, особенно практика Израиля, что ничто не делает людей так спортивными, как желание заработать. И я могу сказать, когда вы будете половину стоимости за проезд вырабатывать сами, то это будет серьезно стимулировать. А теперь такие цифры, чтобы вы понимали. Я живу 24 километра от Москвы по Ново-Рижскому шоссе. Я езжу в основном один на машине. Вот. Самая короткая моя поездка – это 40 минут. А бывает полтора часа, два часа, три часа. Ближе к Новому году непредсказуемо. Значит, за час моя машина съедает примерно от 10 до 12 литров бензина. И так в основном кто стоит в этой пробке на Новой Риге. Если бы я перемещался вот на таком юнибайке, значит, за 20 минут от Новой Риги, там, где я живу, до центра Москвы, я бы спокойно перемещался. — Вот это технический доклад. Вот вы показали, как вы понимаете, что в доклады, которые вкладываются в 10 минут, такие вещи рассказывают. — Да, естественно. Значит, давайте тогда буквально одной-тремя фразами. Это технологические особенности, то, что мы говорим. Все проблемы, которые мы связываем с безопасностью, решаются только одним методом. Это перенесение транспорта на второй уровень. И поэтому сегодня идет вся концепция мирового транспорта, которая делает систему второго уровня. Другое дело, что сделать дешевую эстакаду сегодня очень сложно и дорого. Мы сегодня разработали, технологически испытали, и сегодня уже готовим к выставке, у нас будет большая выставка в сентябре в Берлине, это «Экотехнопарк». «Экотехно-транспорт», где мы вместе с Элоном Маском будем представлять совместный проект именно по новому виду транспорта. Потому что Элон Маск представил концепцию сегодня, что в течение 10-15 лет он переводит все домохозяйства на возобновляемую энергию. Это программа Powerwall. А мы параллельно с ним делаем утверждение, и сегодня это реализовываем, о том, что все движение перейдет на экологически чистую, возобновляемую энергию. Это электромобиль второго уровня, который движется по рельсу, который 10 сантиметров в диаметре, который находится на опоре в один осветительный столб. И это вся инфраструктура для движения. Если говорить транспортными характеристиками, то у него возможность именно у этой системы до 8 тысяч пассажиров в час. Мы разрабатываем сегодня систему по одной путевой структуре. 8 тысяч, да. Это сегодня соизмеримо с маршрутным такси или автобусными парками. В принципе, мы разрабатываем сегодня систему, которую мы демонстрируем. Нет, я не сказал, что этим экипажем. Мы разрабатываем сегодня подвижной состав на 1, 2, 4, 10, 12, 25 и 50 человек. Поэтому в зависимости от задач подвижной состав может быть абсолютно разным. То, что мы сейчас показываем, это фактически фитнес-прогулочная система, которую мы реализуем сегодня в городе Самаре для того, чтобы продемонстрировать возможности технологий. Дальше мы выходили на правительство Москвы с рядом решение более сложных проблем. Это переходы по 300-800 метров одним пролетом без мостовой структуры, что сегодня не может сделать ни легкий трамвай, ни метро. Но пока мы сегодня не находим понимания. И это мы оставили на, скажем так, следующую демонстрацию. У нас сегодня полигон, который мы строим демонстрационно, находится в Белоруссии, в Марьиной Горке, это рядом с Минском. И мы сейчас выходим через ряд демонстрационных таких парков. И такие парки мы разрабатываем сейчас, вы уже говорите, в Лондоне и в Амстердаме. Я очень надеюсь, что мы сделаем в Грозном очень такой парк. И сегодня ведем переговоры, если договоримся, это на Воробьевых горах в Москве, в технопарке, который сегодня, для того, чтобы продемонстрировать действительно новый концепт транспорта, который может в принципе решить проблему экологии. В принципе решить. И поэтому, если сегодня, для того, чтобы осталось в голове, вы понимали, что технологические решения, тех проблем, которые мы сегодня ставим, они есть. Причем они не просто сегодня есть. Мы выходим на промышленный их сегодня выпуск. То есть сегодня трудно назвать уголки. У нас есть управляющая компания в Израиле, в Штатах, в Гонконге, которые сегодня будут это вводить. Значит, наша задача сегодня, и мы нашли понимание с мэром Самары, мы делаем первую трассу в 14 километров, но наша задача – это разработать транспортную концепцию для всего региона. Точно так же, как и для региона сегодня Северного Кавказа. Поэтому, в принципе, для Москвы мы абсолютно открыты. Мы готовы продемонстрировать, показать, сделать. Но еще раз то, с чего я начал, могу сказать, что многие проблемы, которые вы сегодня решаете, они очень важны. Вы очень много делаете, и действительно, Москва за последние 5-8 лет изменилась радикально. Но для того, чтобы действительно решить качественные проблемы, о которых мы говорим, чтобы перейти от проводной связи к интернету, а то, что мы создаем, это шестой технологический уклад, это Транснет, это следующая система. Но это другого научного плана сегодня доклад, поэтому я могу сказать, что с этого года и на следующий год, где-то в мае-июне месяце, в Самаре, мы уже будем демонстрировать первые такие системы, которые будут решать очень многие проблемы. А вас могу сказать, в октябре у нас будет большая демонстрация в Белоруссии. Мы, как делегацию Москвы, приглашаем для того, чтобы вы увидели действительно концепцию транспорта, который определит на ближайшие 30-50 лет развитие городской инфраструктуры. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. То, что пишется в городские инфраструктуры в Белоруссии, когда нам надо по некоторым уровням социальных властей, там 60-30-40 в час, приходят на простой дорогой, 12. Здесь я вспоминаю концепцию ПРТ, которая планировалась, я сейчас скажу, на рубеже 60-80-х годов, там возникало время времени. Это отличается от тех, что здесь еще, кстати, возможно, я еще поднялся, в том числе, на велосипеде, да? В принципе, это все, что это большинство. Галерия – это воспоминание о прошлом, потому что в концепции транспорта, еще он в городе 79-го года, с тем, что мы славали с УКРТ, и он ровно то же самое, с тем, что мы говорим, что это не большая транспорта. Абсолютно то же самое. Здесь возникает очень симпатичная мнение связи с велосипедом, то есть это смысл очень симпатичный, да? В парках, в садах, на выставках пойдете. Города почти не малейший год. Ну, я могу сказать, что вот эта вот игрушечка, которая сейчас стоит, вот это уже 600 километров в час, 600, это продута в аэродинамической трубе, и если говорить в экологическом, энергетическом составляющем, то это менее 100 грамм на одного пассажира на 100 километров. Как я уже сказал, у нас есть решение городской системы, которая является полной аналогией метро, и я могу сказать, что мы буквально 25 марта сделали подтверждение и защиту своей технологии в Минтрансе, и они рекомендовали именно как воздушное метро нашу систему. Просто сегодня не стояла такая задача. Говорим, что сразу с технологической точки решения, мы даем решение, которое позволяет делать пролеты от 300 до 800 метров без единошины. Конечно, сегодня вопрос, это же дискуссия, и моя была задача довести информацию и сказать, что решение этих проблем есть. И мы сегодня это продвигаем и делаем, и для этого нам не надо доказывать. Мы 15 лет ходили в департамент правительства Москвы, доказывая, я не знаю, я Ушанцева провел в кабинете столько времени, что сейчас даже трудно представить. Сегодня мы обсуждаем проект концепции в Нижнем Новгороде, он абсолютно к этому нормально подходит. Весь вопрос от нас просили это показать и сделать. Сейчас мы это показали, продемонстрировали, сделали, поэтому сейчас процесс идет абсолютного внедрения. Поэтому в Москве мы желаем, когда мы это покажем в Лондоне и в Амстердаме, тогда мы это будем предлагать в Москве, потому что я думаю, что отношение к этому будет совсем другое. Это пока прогулочная система. Коцессионного раппио-каракия, Светлана Семеновича, хорошо, не более близко раппио, да? Значит, но то, что вы могли вывезти таким образом, если бы там по Советову или с Путову и Митина смысле, не было подобного. Ну, я здесь стояла с Кабашусом через поняточку, в причине того, что у нас, в принципе, не в ежедневном перевозке на 8 миллионов поездок делается, а, соответственно, на 1-й трассе 6 миллионов поездок. То есть, это получается ресурс, 4 миллионов поездок делается голосами количества. И, конечно, наверно, хочется уже верить даже в такую историю, когда конченство, на этой прянец тоже даже помогает, но, конечно, даже любые полиции, потому что такое голосами количества, просто кто, кто, кто будет заработал? Нет, то, что будет что-то меняться, я согласен, и я всегда привожу пример, что... Вот мы бы как раз только за взаимодействие, давайте пока... Давайте дружить домами. Спасибо, спасибо, очень много людей. Спасибо. Спасибо, очень много вопросов. Какой интересный тема. Вот кто едет вопрос? Ну, тогда мы идем дальше. Значит, сегодня у нас на 5-й трассе. Спасибо, Игорь Михайлович Шикарин. Заместитель генерального директора МЖД, который в прошлом году расскажет нам подробнее по МЖД, как оперативный и прекрасный, и за ней и для классных системы. Спасибо, Афина Маратова. Спасибо, коллеги, за возможность участия в этом заседании. После предыдущего доклада, мне прям кажется, что наш проект – это прошлый век. Не менее, этот проект уже реализуется и будет реализован в этом году в объеме первой очереди. Движение будет запущено. Так скажем, более подробно я, наверное, оставлюсь, но расскажу вам. Но сначала представлю вашему вниманию ролик, такой общий информационный по проекту. Потом будет по-другому, потому что мы делаем. Так, можешь? Да я просто... Друзья, выступление закономит. Вы видели, сейчас после меня выступает электричка, железная дорога, как вы видели, что... Радикальная, конечно. Если бы, друзья, у нас сейчас больше ста человек не было в сети, только мы общались вот с этой аудиторией, это было бы, друзья, очень печально. И это было бы не так интересно. Сегодня то, что мы делаем и показываем, и участвуем в такого форума, друзья, это не то, что им сегодня о чем-то рассказать. О чем сегодня рассказывать люди, которые сегодня занимаются транспортом в Москве. С ними говорить сегодня не о чем. Но именно то, что мы приняли решение, мы участвуем в такой работе, вы видели, мы участвуем. Но самое главное, друзья, это работает сеть. И вот это, конечно, дает нам основное. И я видел, была ваша поддержка. Когда прибавляли. То есть, да, когда вы прибавляли, я понимаю, что ты не один. Да, и что ты сидишь вот в этой даже враждебной аудитории, которая делает. И с другой стороны, это, друзья, совсем доведение информации. Вы понимаете, мы в другом веке. Мы общаемся на других технологиях, другой технологический уклад. А с такого рода людьми и с такой, понимаете, это не их беда. Они просто не знают. Но это еще и их бизнес. Они на этом зарабатывают, они делают. Вот сейчас рассказывают электричке, как надо делать. И самое главное, друзья, сколько на это надо денег из бюджета. И поэтому, когда я говорю, что мы в Грозном договорились, и мы ни копейки бюджетных денег не берем, это вызывает у всех, мягко говоря, противоречия. Так что, друзья, спасибо, что вы были с нами. Давайте работать. Эту форму теперь постоянно будем поддерживать. Так что мы будем всех теперь приучать пользоваться перископом. Как вы видите, это очень удобная и работающая штука. Поэтому, друзья, до новых встреч. Да, все, всем до новых встреч. Запись будет, кстати, а запись сделана. Да, Сергей записал. Мы еще попробуем выложить запись с перископа. Сергей записал еще на такую же рабочую камеру. И мы это тоже выложим в чатах. Поэтому я думаю, что это такая интересная рабочая штука. Все, друзья, всего доброго. Всем пока. Надо просто его закрыть. Выключиться, да. Так, ну... Субтитры сделал DimaTorzok